Я когда рассказываю первый раз о ЗПШ родителям, я объясняю, что это такой очень интересный гибрид университета и лагеря. С одной стороны, дети могут попробовать себя в разных интересных сферах, причем услышать курсы именно в такой, скорее в университетской манере, чем в школьной. Но при этом у них очень теплая среда вокруг, у них много друзей, преподаватели тоже друзья. Формально Зимняя Пущинская школа – это определенный набор курсов, лекции мамонтов известных ученых, игры, в которых участвуют все команды, сборы и вечерние студии. Все так, но дело в том, что о ЗПШ нельзя говорить формально. Зимняя Пущинская школа для ребят из Пущина, Серпухова, Москвы, Воронежа, Красноярска – это не только специфический интеллектуальный отдых. Возможно, заглянуть на привычные науки с непривычной стороны, разобраться в сложных темах с помощью доступных и занимательных рассказов. Но и отличная компания, творческая доверительная атмосфера и, наконец, плодотворно проведенные каникулы. Ну, это даже не то, чтобы школа, это просто такое место для смены вида деятельности и очень интересно есть то, что поучительно. ЗПШ для Пущина величина постоянная. Однако в 2010 году эта стабильность чуть не была нарушена. Ни одна школа города не смогла приютить беспокойных гостей на время весенних каникул. Причина в том, что в этом году перенесли строки аккредитации школ, действительно важное мероприятие, школам нужно готовиться. Если бы мы всю неделю были бы в третьей школе, как планировалось, то это принесло большие трудности в школе. Потому ЗПШ в этом году вела кочевой образ жизни. За неделю ребята могли посетить курсы и в Институте Белка, и в Центре дополнительного образования Детей Старт, и в двух школах города, и в Доме ученых. Довольно тяжело с этой всей оравой, но я думаю, что мы сейчас притремся, а на будущее надеюсь, что школы примут это так, как и должно быть. Потому что все это делается для пущинских школьников, для того, чтобы им было интересно жить, учиться и чувствовать, что такое наука в том проявлении, в котором для них это несут наши волонтеры, абсолютно замечательные педагоги, которые приходят с ними заниматься. Десант молодых научных сотрудников в пущинскую систему образования высадился уже в 20-й раз. В этом году школа значительно выросла, почти в полтора раза. В ней задействованы примерно 150 учеников и около 100 преподавателей. Увеличен возрастной диапазон ЗПШ. Теперь она ориентирована и на учеников 5-7 классов. В программу даже были введены специальные курсы. Также в этом году расширена работа с младшей школой. Занятия в ЗПШ ведут и пущинские, и специально приезжающие в Пущино студенты и аспиранты. Для них образование детей и профессия, и хобби. Преподаватели в основном бывшие ученики ЗПШ и их друзья. Молодые ученые считают зимнюю школу способом распространения своего образа жизни и интересов. Понимаете, если не подготовить школьников, то не с кем будет работать в институте. Это не такая вещь, которую можно прямо научить сразу. Вот эти дети, если они сейчас зажгутся программированием, у них впереди целых, у кого-то 5, у кого-то 2-3 свободных года, для того, чтобы посвятить их более целенаправленному изучению каких-то более конкретных вещей. И они могут достичь больше высот, чем люди, которые опомнились в 11 классе и начали поступать. С преподавателями, приходящими в ЗПШ, приходят и новые направления. Так, в привычных четырех департаментах точных естественных наук филологии и психологии появляются такие курсы, как «Не пей козленочком станешь», «На всякую гадину найдется рогатина», «Как найти лекарство от», «Удивительный мир кристаллов», «Назад в будущее», «Все оттенки лени» и многие другие. О том, что будет включено в программу ЗПШ в марте, руководители департаментов задумываются еще в августе. Курсы рождаются после долгих споров и сомнений. Среди множества любопытных направлений специалисты выбирают то, что может быть занятным и полезным для учеников. Я записался на программирование в кумире, очень люблю программировать, компьютеры люблю. Записался также на второй ленте в «Удивительный мир кристаллов», то, что хочу больше узнать о кристаллах, минералах, вырастить их и показать родителям, бабушке, дедушке. Например, записался на фоторисунок. Там я надеюсь развить свою фантазию более. Лозунг ЗПШ – доброта, разум, свобода. Даже в то время, когда ребята не учатся, они, собравшись командой с вожатым, обсуждают события дня или играют. Еще один важный аспект ЗПШ – возможность выбора, от которого в жизни учеников что-то зависит. Этим и объясняется такая популярность школы. Здесь происходит некая позитивная работа. Они там не пинают балду, они чему-то конкретно учатся. Причем они учатся тому, что они сами выбирают. У них есть выбор всего курса около 40, на каждой ленте 12-13 курсов. Значит, у них есть большой выбор. Например, если один мальчик, мы с ним говорили, он ходит только на биологию. Есть дети, которые ходят только на психологию. Есть дети, которые ходят на разные. И это их собственный выбор. Они учатся выбору, они учатся отвечать за свои выборы. Зачем вам это нужно? Подобный вопрос возникает у многих из тех, кому не посчастливилось узнать работу школы изнутри. Дети тратят весенние каникулы на занятия. Молодые преподаватели проводят бессонные ночи в подготовке завтрашних мероприятий и игр. Руководители направлений разрываются на сотни маленьких копий, чтобы успеть сделать все дела, требующие внимания. Ради чего все это? Ответ найдет только тот, кто, попав на несколько дней в особый мир зимней школы, почувствует особую, творческую, доброжелательную, головокружительную атмосферу научного и ненаучного поиска, которая царит за ПШ. А ответ на указанный ранний вопрос каждый формулирует для себя сам. Люди, даже до такого творчества, считают какую-то ответственность. Тоже не считают важным сделать в жизни. Я считаю это важным. Я считаю важным, чтобы вот эти молодые ребята имели площадку, на которой они могут самореализоваться. Организация такого проекта, как Зимняя Пущинская школа, дело сложное. И на одном энтузиазме реализовать его было бы невозможно. Михаил Ройтберг говорит, что постоянно чувствует поддержку и со стороны представителей сферы образования, и со стороны руководства институтов города. Причем, как он подчеркивает, важны не какие-либо конкретные мероприятия, а скорее ощущение того, что в случае необходимости помощь будет оказана. Есть и организации, которые традиционно поддерживают Зимнюю Пущинскую школу. Наш проект много лет поддерживается Московским центром независимого математического, непрерывного математического образования. В течение многих лет последних нас поддерживает фонд «Династия». В этом году у нас возникли определенные сложности, чисто технические, и нам помогли, существенно помогли дистуты трудной математики и фонд Василия Великого. К сожалению, у школьников нет возможности познакомиться с содержанием всех курсов ЗПШ, но у частичек знаний по всем представленным дисциплинам все-таки есть возможность разместиться в ячейках памяти учеников. Итогом ЗПШ традиционно становится стендовая конференция, где ребята располагают материалы, посвященные изученным курсам, и рассказывают всем заинтересовавшимся об особенностях выбранного направления. Затем докладчика сменяют его коллеги, и он может сам подойти к понравившемуся стенду и узнать, о чем еще говорили на других занятиях, а уже обойдя все интересующее вздохнуть, почему Зимняя Пущинская школа не может продолжиться аналогичной летней. Диана Ларенова, Евгений Карев, ТВС Пущино.